Здесь маршрут у них идет. Вот мы как будто с Ленина спустились с развязки и пошли. Вот здесь у вас тоже будет маршрут тогда проходить. Да? Да. Вот можно... Павла Морозова, Флегантова, Юшин. Проспект. Тоже проспект у вас. Конечно. Я еще ни разу не ездила. Я ездила только вот там. Я понял. Я понял, понял вас. 54 часа ездила. Гоняли, гоняли. По 4 часа каталась. Я понял. Так, давайте здесь направо пойдем. Право поворот не включайте. Перестроились вправо. Выключили и опять включили. Мы показали, что мы перестроились. Потом показали, что мы поднимаемся. Обращаю внимание на знаки. Да, скользкие дороги. Большим грузом 6 до 10. Нельзя двигаться здесь. Ничего выключить. Не надо он сам выключиться. Тут движение только направо. Уступи дорогу. Если мы видим знак, уступи дорогу, значит везде, где есть примыкания дорожные к нам. Смотрим это в те стороны. Поехали. Здесь мы показываем левый поворотник, потому что мы поедем прямо, грубо говоря. Показываем, что мы не уходим направо, а едем прямо. Выключаем поворотник. Все. И двигаемся. Какие мы здесь... Сейчас мы на Краснореченскую. Либо она пионерскую. Вот здесь мы останавливаемся. Красный. 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 Голит. Это... Нужно останавливаться. Мы знаем. Вот тут знак. И знак у нас направо, да? Направо, да. Знак главная дорога. Поехали. Разрешенная максимальная скорость на данном участке дороги составляет сколько? 60. Совершенно верно. Не разгоняемся. Мы должны видеть светофор. Какие знаки мы здесь видим? Что разворот здесь запрещен. Запрещен. Если нам скажут, выберите место для разворота, здесь мы не можем развернуться. Тут шумит, я думал, а то у нас что-то опять отваливается. Тут что-то еще отваливается. Ну, всякое бывает. По ямам так каждый день едет. Конечно. Бывает лучше. Бывает лучше. Где здесь можно остановиться? Здесь. На крыльпу проезжать часть? Почему нельзя? Ну, почему? Знака запрещающих нет. На остановку? Ну, остановиться не более 5 минут для высадки-посадки. Да. Мы двигаемся прямо. Опять мы здесь должны показать левый поворотник и выключить. Потому что впереди выключите поворотник. Вы видите, знак объезда. Можно сюда. Можно, нужно. Поэтому нужно включать и указывать, куда я еду. Ты так перескажешь нам этим, да? Ну, если такие развилки, конечно. Нет, если вы едете по крайней левой полосе, то вы ничего не показываете. А если вы едете по той полосе, которую можно направо и налево... Так, мы сейчас будем спускаться. Правый поворотник притормаживаем. Знак какой видим. Скользкая дорога. Скользкая, да. Относимся к этому с пониманием. Отпускайте тормоза. Машина вообще не едет. Сразу смотрим. Ловим лежащие по пути к нам знаки, чтобы их изучить уже заблаговременно. Подъезжаем и будем вооружены, да, знаниями, что здесь пешеходный переход. И знак уступи дорогу. Кому уступи дорогу? Пешеходам. Ладно, ушли пешеходы. Кому еще? Всем. С левой стороны. С левой стороны, с главной дороги. Смотрим в левое зеркало. Здесь надо было поворотник вообще-то включить. Да. Поехали, поехали, поехали. Сейчас уже включаем левый поворотник. Включайте поворотник. Там женщина глупастенькая такая на нас кричит. Чего кричать-то? Мы тебя не трогали. Мы просто показали направление движения. Здесь мы перестроимся с вами в левый ряд. Включили левый поворотник. Пропустили автомобиль. Мы едем в обочину, пока вы смотрите в зеркало. Не надо так испуганно. Выключаем поворотник. Движение сверху по полосам мы наблюдаем. Прекрасно видно, что две полосы в прямом направлении и одна полоса направо. Мы едем в крайнем левом положении дороги по полосы. Я буду где-то заговариваться, так что не обращайте на это внимание. По 12 часов в день объясняйте. Знаете, дурочком можно стать. Левее чуть-чуть. Вот, поехал. Вот я не увидел, знаки пыли. Да я не посмотрел. А вот плохо. Вы как водитель должны даже вне знакомой для вас. Так плохо видно. А бывает, да. Бывает. Я вообще не вижу, из-за солнца вроде закрыто. Дистанцию соблюдаем. Ну и ничего, в обратную сторону будет намного приятнее ехать, когда солнце будет за головой. Поэтому в такую погоду, в принципе, нужно надевать очки. Вот. Школа ваша. Ваша. Движение прямо здесь. Повороты налево запрещены. Разгоняем машину. Учитесь. Ситуация будет разная. Разгоняем машину. Разгоняем. А то мне сейчас как дадут по ушам. Я же стою стою. Едешь тут 40 км. Левее. Левее. Вот. Все. Все. Подсказывают, чтобы мы не потерялись. Это что, был перекресток или регулирующий пешеходный переход? Чего-либо ездить. Чего-либо ездить. Разгоняем. Это был перекресток, конечно. Здесь мы, ну там, ты знаешь, конец полосы, это не 12, это для тех, кто выезжал справа, а на полосу разгон. Не спешим. Не спешим. Смелее, смелее разгоняем. Опять мы смотрим движение по полосам. Если нам нужно прямо, мы никуда не двигаемся. Не перестраиваемся. Если налево, то в левую полосу. Здесь мы ничего не делаем. Запоминаем, перекресток проезжаем, знака запрета остановки мы не видим. Так что включаем правый поворотник. Вот поступит нам команда, то в левую включили. Поступит нам команда остановиться. Первым делом, что мы должны делать? Перестроиться в правый ряд. В зеркало посмотрели, мы уже с поворотником домой едем. Выключили поворотник. Вот знак движения прямо, видите? Так, просто. Я выбираю место для остановки. Что мы для этого делаем? Помним, что знаков запрещающих никаких не было. Мы сейчас поворот проедем. Давайте, а там дальше остановимся. Аккуратненько. Это, кстати, женщина, которая у нас материлась. По-моему. Ну ладно. Сейчас все вышло. Мы же не виноваты, что они перепугали. Мы только включили поворотник, а они уже матерятся. На остановке мы тоже останавливаться с вами не будем. Вот тоже мы сходим до знаков запрещающих. В чем мы смещаемся? Куда вы едете? По остановиться. Тогда поворотник включайте. Правильно? Некрасиво, да? Ну, конечно, если полосы сплошных не видно из-за снега, что здесь разграничивало полосы, мы ее пересекли. Может, ее там и нет, но, как правило, она должна быть. Поехали. Сплошная полоса. Это для выезда, вот, со дворов была полоса разгона. В зеркало посмотрели, левый поворотник включили. И поехали. Выключаем поворотник. Разгоняем, набираем, развиваем скорость. Разрешенную максимуму. Когда-то включается, когда-либо не будет. Просто пока наблюдаем, какие у нас знаки находятся. Никаких таких замечающих обостановки у нас не надо. Мы едем по главной дороге. Должны понимать, что люди сейчас выскочат прямо перед нами. По его уже манере можно было это понять. Вы, как водитель, должны это предугадывать. Они должны, они обязаны остановиться и вас пропустить. Но вы видите, такого у нас нет. Поэтому вы, как водитель, грамотный. У меня два раза такое было. Выскакивает. Ну, бывает. Просто нужно немножко понимать, что те, кто вот выскакивает, у них, они считают всех дебилами, всем баранами, они самые умные. Вот. Но я так считаю, что это у них в личной жизни все плохо. И они хотят здесь себя показать, какие они модные. Ну, бог с ним, не обойти. Идёмся к нашим парадам. Выбирайте место для остановки. Вы знак проезжали? Остановка запрещена или нет? Не. Учили поворотник? Посмотрели в зеркало заднего вида. Чтобы дяденька на машине имел возможность, мы прям по супробам получили. Вот. Дяденька имел возможность вас обрулить, да? Чтобы для него это было не внезапно. Ой. Андрей, достань, пожалуйста, мне сумку, а. Зачем? Мне очки надо вытащить. Солнечные? Нет. Для зрения. Ну, чё ж вы. Всё, поехали. Вы на полосе стоите, там никого нет. Поехали, 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 поехали. Всё, выключаем поворотник. Опять наверх смотрим. Подсказки видим. Синенькие таблички с ноги, да? Что там видно? Так, прямо. И направо. И направо. Но нам не надо направо. Дальше что мы видим? Да не надо так резко тормозить. Вы голубя испугались на дороге, или что? Вы же понимаете, что вы резко остановитесь, а нам кто-нибудь скажет «Доброе утро», «Доброе утро», «День». Так что всегда смотрите. Здесь полосы. Это перекрёсток регулируемый или пешеходный переход регулируемый? Пешеходный переход. Это перекрёсток. Почему перекрёсток? Почему перекрёсток? Почему перекрёсток? Паша, светофоров. Смотрите, сколько много. И в нашу сторону, и с параллельного движения слева, и справа тоже им светофоры. Когда у нас красный, у них зелёный. Соответственно, это перекрёсток. А вот если мы, нам красный, мы остановились, пешеходы пошли, а вы посмотрели, дороги справа или слева у ребят нет светофора, тогда это обычный регулируемый пешеходный переход, который просто регулирует переход через проезжую часть. Вот примерно сейчас к такому мы и подъезжаем. Или нет? Сейчас я вам скажу. Сейчас я его не вижу. Не боимся никого. Движение по полосам мы отчётливо видим. А нет, это тоже регулируемый перекрёсток. Потому что в их сторону, справа и слева, тоже горит светофор. Но сейчас уже горит красный. Вот видно, на столбе в ту сторону обращены тоже светофоры. Видите, он глижет. Значит, это регулируемый перекрёсток. Двигаемся дальше. Здесь опять же везде можно в крайнем правом ряду остановиться. Заблаговременно видим, что там инкассаторская машина у нас стоит чё-то там. Левый поворотник. Стойте уже. Ой, они улетели. Стравляете? Они вон разбились же всё тут нафиг. Да вы чё? Конечно. Так они сейчас выезжать будут? Я не знаю, что они будут выезжать, гаишников ждать. Но они хорошо ушли. А мы с вами стоим на сплошной линии. Потому что заблаговременно они выбрали себе траекторию. Уйти. Выключите поворотник. Сейчас поехали. 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 Всё-всё-всё. Поехали, поехали, поехали. Но они так нормально ушли, слушайте. Кто-то им помешал. Да ну кто помешал? Светофор. Понимаете? Он летел до последнего. А тут, может быть, какие-нибудь, как мы, аккуратные водители. Пунктуальные. О! Красный, зелёный. И резко в пол остановились. Сзади идущая машина, чтоб не бить. Впереди идущий ушёл. В обочину. В левый ряд надо перестроиться. Давай, 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 смелее пошли. Дело в том, что тут как-то... Знайки. Знайки, какие мы видим? 40. С какой скоростью отпустите тормоза? Заблаговременно нужно притормаживать. А не так, чтобы нам сказали добрый вечер. Тем более здесь переезд. Есть такое? Да. Вот. Как правильно переезды переезжать? Что мы делаем? Налево и направо по ходу рельсов. Налево и направо смотрим поезда. Голову поворачиваем, чтоб аж хрящики хрустели. Чтобы горечник на экзамене увидел и понял, что... Если там они вообще не ездят? Ну какая разница. А мы вот стоим, чё? Ну ладно, я дурак. Но вы-то чё не видите, что машина на повороте стоит? Надо было объехать. Я думал, там медленно рельсы проезжают. Я вам объясняю, что идём с поворотником. Поехали! 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 Не бойтесь! Не бойтесь! Ну только там знаки 40 были, да, у нас? Да, вот их и соблюдаем. Вот ещё временный знак. 40, но он присутствует, значит двигаемся 40. Но мы не 30, а 40. Давайте я тут... Перекрёсток. Нерегулируемый, но перекрёсток. Движение. Вот главная дорога. У него ступи дорогу. Всё, можете 60 ехать. Выбираем место для остановки и останавливаемся. Ну всё, можно и здесь. Но вы ошибку сделали какую? Вы перестроились крайнее левого положения вправо. Ну, с левой полосы в правую полосу, правильно? И не выключили поворотник, а сразу стали останавливаться. Люди, идущие за вами сзади, они подумают, что человек просто забыл выключить поворотник, и для них будет неожиданность, что вы ещё и остановились. Потому что нормальный водитель, он перестроился, выключил поворотник. Нет. Не то, что он там остановился, а в углублении дороги. Вовремя выключить поворотник. Вот так вот. Вот конец маршрута практически. Мы сейчас будем, левый поворотник, будем с вами разворачиваться. Надо для этого нам левый ряд перестроиться. Красный берите. Раз, и пошли. Выключили поворотник. Включайте левый поворотник. Там есть какой-то заезд сейчас был. Здесь можно, да. Но где главная дорога, там есть по-любому какие-то выезды и заезды, потому что просто так главную дорогу знак не поставят. Все, будем разворачиваться. Тогда вы разворачивались? Да. Помните, как это делается? Немножко вперёд ещё протяните. Хорошо? Да. Ну, можно так, да. Не бойтесь. Ждём с момента. Главное ещё, так смотрите, чтобы из этого поворота никто не выезжал, не мешал вам. На экзамене тем более не нервничаем. Потому что всё равно будет момент, когда можно будет проехать. Крутим руль. Крутим руль. Крутим руль. Отпускаем тормоза. Поехали. Ну, это надо в движение было всё делать, конечно. И поехать, и крутить руль. Когда я говорил, крути руль, не надо было останавливаться. Просто газовать и крутить руль. Смелее, смелее, быстрее это всё делать. Быстрее. Газу, газу, газу. Всё, мы двигаемся. Где здесь можно остановиться? Ну, мне не пальчиком показывайте, а останавливайтесь. Можно? Можно. Всё, паркопу ставить не будем. Поехали дальше. А то мы его убьём, как говорится. Замучим. Господи. В левый ряд перестроились. Красный сигнал светофора вы видите? Это вот остановка Сурикова по-моему, да? Да. Кстати, здесь тоже можно развернуться. Выезжая на центр перекрёстка. Выезжаем, что ли, сейчас? Нет. Он сейчас красный, говорит. Я просто говорю, что здесь можно развернуться. С вами пока, видите, разворачиваться немножко это. Рановато. Сейчас к машине привыкнете и будем уже там смотреть дальше. Что? Ну, что мы стоим? Ну ладно, они там курят. Мы-то не курим. Слушаем. А вы учитесь и работать, как говорится, и слушать. Разрешённая максимальная скорость на данном участке дороги какая? Шестьдесят. Шестьдесят. Совершенно верно. Знак. Какой вы видите ближайший к нам? По такому полосам уже едет. Переезд. Переезд. Туту паровоз. Соответственно, притормаживаем. Голову лево-право по ходу движения рельсов. Поехали. Грубо-грубо зашли. По правой полосам мы можем ехать по правой полосе вот так? Нет. Потому что на проблении. А обращайте внимание на знаки. Для чего я говорю? Для того, чтобы вы были вооружены. Вот ещё, да? Правая полоса. Они идут. А вон наши эти. Вернёмся к нашим кассаторам. Вот видите, они как въехали. Поехал, 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 поехал. Поехал. Вот, что это выглядит. Хочется. Не думаешь, что я везде пропускать буду? Ну, можно. Всякое бывает. Понимаете? Машина это такая штука непредсказуемая. Всякое, может тормоза отказать. Всякое может быть. Но, так бывает. Следи за машиной, не следи. Сейчас проверил всё. Выехал. А где-то вот, ну пришло время шланчик и он лопнул. опять же движение по направлению по голосам направлении нам показа что по этой полосе мы двигаемся только прямо набираем разрешен на максимальную скорость не превышая общего потока движения опять же здесь мы видим знаки движения прямо развернуться мы здесь ребята и вы нигде не можем вообще нигде это у нас что спутник мель комбинат короче вот нельзя здесь вообще разворачиваться только вот с выделенной полосы на данном участке дороги все двигаем дальше двигаем вот опять же видим что на главная дорога запоминаем причем здесь тоже остановиться нельзя здесь выделенная полоса для автобуса даже элементарно потому что она лично сплошной линии а если на поворот нужно направо до производить вот здесь сплошная идет сплошная едем-едем и мы едем прямо но нам нужно будет конце потом поворачивать допустим направо он даже сверху полоса да для вот идет справа сплошная 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 мы едем а тут уже раз и прерывистая значит можно перед поворотом непосредственно посмотреть зеркало вправо перестроиться и повернуть направо здесь опять же дальше идешь сплошная для автобусов двигаемся двигаемся Поворачивать можно получается Еще зимой так плохо их видно Кого? Полосы? Да Да когда нет полос значит считайте вы на крайне поверите Нет полос значит нет сплошных Нет сплошных значит я могу перестраиваться Перестраиваться Еще раз был так он бы посигналил Минус в Хабаровске отнимут структового стола Почему? Ну я испугался почему Неожиданно просто по духу посигналил Разгоняем машину разгоняем Субтитры создавал DimaTorzok 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 На него не yhtрая На той стороне дороги останавливалась Но уже Здесь нельзя останавливаться Это первый раз еду здесь Здесь очень много Но здесь сплошная Сплошная потому что она ограничивает Движения в этой полосе Только для автобуса Только на остановку по привилегистой заехал В конце остановился По привилегистой выехал Только так получается Можно остановиться По правой стороне это не сможет Ну так-то да Двигаемся, двигаемся, двигаемся Левее возьмите Дальше, по-моему, у них машинка здесь нет Или есть, знаете? Я не знаю, я не ездила Это вообще не разумеется Это вообще не обидно Продолжение следует...